Может быть мало кто знает, что советский борец вольного стиля, шестикратный чемпион РСФСР, а также в свое время популярный в Японии рестлер Виктор Зангиев, который славился неординарностью и зрелищностью приемов, стал прототипом персонажа по имени Красный Циклон из японской игры Street Fighter. Персонаж супер-бойца Бусидо увековечен в популярных медиа всего мира, но вот соотечественникам Виктор Зангиев известен не особо. Уроженец Хабаровска Виктор Зангиев родился 26 мая 1962 года в семье заслуженного тренера РСФСР Дзантемира Зангиева. Во много благодаря своему отцу, следуя его напутствиям и советам, Виктор выбрал в качестве жизненного пути карьеру спортсмена, а именно борца вольного стиля. А под руководством еще одного заслуженного тренера СССР Асланбека Дзгоева, его природный талант истребление к победам довольно быстро привело юношу как к значимым результатам, так и к званию мастера спорта международного класса СССР по вольной борьбе. Благодаря папе и опытному наставнику в 1981 году Виктору Зангиеву удалось одержать первую значимую победу, победив на чемпионате мира среди юношей в Ванкувере. Став чемпионом мира, Виктор Зангиев продолжил усиленные тренировки и уже в следующем году стал обладателем европейского пояса чемпионов среди молодежи. А с 1980 и по 1988 год он в общем 6 раз становился чемпионом РСФСР по вольной борьбе. Планирующего в конце 80-х завершать карьеру профессионального спортсмена и собирающегося стать тренером по вольной борьбе Зангиева, появилось новое внезапное предложение. И Виктор решил не убирать пока что борцовки на верхнюю полку шкафа, а отправился покорять Японию в новом для себя виде спорта – рестлинге. На вопрос как Зангиев попал в Японию спортсмен как-то отвечал – все получилось спонтанно, нас пригласили в Японию. К закрытому союзу и соответственно к советским борцам там был колоссальный интерес. Впервые нас представили публики в зале почти на 65 тысяч зрителей. Интерес для японцев представляли преимущественно ребята, которые собирались закончить карьеру в большом спорте, но оставались в хорошей форме. Отобрали 30 человек со всей стороны. Я оказался в первой тройке. Условия контракта понравились – около 5 миллионов долларов за 2-3 года работы в таком виде спорта, как Бусидо. Выступая по рестлинге на турнирах профессионалов в Японии, он быстро стал любимцем публики и одним из самых запоминающихся рестлеров. Его первый поединок был зрелищным, но одержать победу над Эджи Анджо не удалось. И переходит в болевой. Ну что, Виктор уйдет. Пока уходит от этого захвата. Сейчас главное не пустить контратаку. Похоже пускает, похоже да. Несмотря на поражение в самом дебюте, мастер международного класса и воспитанник советской школы боевых искусств смог произвести неизгладимые впечатления на японскую публику. Все с восторгом наблюдали за его приемами, о существовании которых даже не догадывались. Многих поразила невероятная гибкость, молниеносная реакция и техника, позволяющая занять в партере выгодное положение. Он с легкостью уходил от захватов, а когда тело находилось в замке и соперник уже был готов провести болевой прием, русский борец становился на мостик. Начиная перебирать ногами и делать обороты, он становился похож на паука, который поймал свою жертву. Скрутив противника, он быстро поднимался на ноги, срывая аплодисменты зала. Зангиев продемонстрировал высокий уровень мастерства, и публика хотела увидеть его в деле против таких именитых рестлеров, как Олбрайта или Токады. Однако добиться успеха в Бусидо не так просто, ведь здесь необходимо владеть несколькими техниками, в том числе ударными. Бои Виктора Зангиева всегда были интересны для любителей этого вида спорта. Несмотря на то, что он всегда оставался среди среднячков, к противостоянию с ним готовились основательно даже самые именитые спортсмены. Каждый выход на ринг был зрелищным, а интрига сохранялась до последнего момента. В 1991 году выходит дико популярная видеоигра Street Fighter, и в которой Виктор становится прототипом персонажа Зангиев, также известного как Красный Циклон. Первого в истории жанра файтинга персонажа, боевая техника которого строилась вокруг бросков и захватов. Бусидо принесло популярность. Как-то на волне известности мне и проступило предложение от компании Capcom стать одним из героев из новой игры. В Street Fighter все имеют реальные прообразы. Представители Capcom промониторили, кто более популярен с такими персонажами и выпустили игру. И я подписал договор, особо не вникая в нюансы, рассказывал спортсмен. Помимо этого персонаж Зангиев появляется в мультфильме «Ральф», а также в фильме «Уличный боец» с Ван Дамом. Несмотря на такую известность героя игры, сам же Виктор Зангиев говорит, что к славе своего виртуального персонажа нисколько не ревнует. У ЯС-арены Виктор Зангиев решил заниматься подрастающим поколением и передавать свой колоссальный опыт будущим чемпионам. Сейчас же спортсмен живет в Москве и тренирует юных борцов-вольников.